Это Рикошет, мы возвращаемся и продолжаем программу. В этом часе ко мне присоединяется политический аналитик Андрей Янпольский. Андрей, приветствую вас. Привет, привет. Ну вот мы в первом часе закончили на вопросе, что будет, если все-таки так случится 50 на 50, и оба кандидата наберут одинаковое количество голосов делегатов. Что в этом случае Палата представителей, очевидно, что это будет старая палата, не новая, будет принимать решение. Но даже в этом случае, как мне кажется, Дональду Трампу не светит президентство, потому что, несмотря на то, что в Палате представителей сегодня преобладает количество республиканцев, вероятнее, опять же, как мне кажется, какие-то из них не проголосуют за Трампа. Что вы думаете по этому поводу? Я, честно говоря, все-таки совсем не специалист в тонкостях американского конституционного права. Я не знаю эту процедуру. Я не думаю, что до этого дойдет. И мне даже кажется, что анализ того, что может случиться, если у них там будет пополам поделиться электоральный колледж, я не думаю, что это реальный сценарий, если честно. А что будет? Ну, тогда я не берусь никаких прогнозов в том случае делать. Не хотелось бы, честно говоря, чтобы до этого доходило, потому что, наверное, на мой взгляд, хуже всего это какой-то прямо открытый конфликт, вообще уже не правовой, не выборный, не политический. А там, когда какая-нибудь, какие-то молодчики, Proud Boys, или я не знаю, кто будет им противостоять, потому что все говорят про эту Антифу, но это, в общем-то, достаточно аморфная и не совсем такая организация встроена в американскую политическую повестку. Это глобальное движение. Короче говоря, не хотелось бы, чтобы люди на улицах выясняли отношения, кто там будет президентом. И не хотелось бы, я думаю, что это невероятно, поэтому не знаю. Думаю, что нам не грозит именно этот сценарий. Хорошо, понятно. Давайте тогда обсудим события, которые произошли в последние недели. Повлияют ли они на что-то уже, непонятно. Но «Октябрьский сюрприз» – это книга Джона Келли. Наверняка вы читали отрывки в «Нью-Йорк Таймс», опубликованные его интервью. Это вообще сборник интервью различных людей, которые работали с Трампом. И его заявление о том, что Трамп может быть фашистом, подпадает под критерии фашизма. Это первое. Накануне прошел масштабный митинг Дональда Трампа в Нью-Йорке, в Манхэттене, где выступали Илон Маск, который также в последние недели обвиняется в том, что якобы поддерживает отношения, регулярно общается с Владимиром Путиным с 2022 года. И журналист, забыл имя, сейчас, минутку, у меня здесь есть, бывший журналист Fox News, Такер Карлсон, вот, он тоже там был на этом митинге. Журналист, который, как вы помните, недавно ездил в Москву и брал интервью тоже с Владимиром Путиным. Как-то вот много вот этих соединений с Путиным на одном митинге Дональда Трампа. Как вы считаете, какие-то из этих событий сейчас уже в последнюю неделю действительно могут повлиять на предвыборную кампанию? Думаю, что могут, но вот не то, что вы назвали, а, например, вчерашний этот шабаш в Мэдисон-Сквер-Гардене, это сложно назвать политическим митингом. Это, ну, какой-то, вы знаете, неспроста люди находят рифму во вчерашнем этом событии с фильмом «The Night at the Garden». Есть же такой документальный фильм о митинге движения «Америка First», который произошел в Мэдисон-Сквер-Гардене тоже в 1939 году. Вот, и там просто нацистский представитель нацистской партии из Германии прилетел, американские нацисты, они митинговали, вот, и пытался еврей из Броклина, работник какой-то швейного бизнеса, ворваться на сцену, там что-то сделать. Ну, в общем, там было нацистское шествие, нацистское мероприятие. Вчера было что-то очень похожее по тону, по, в общем-то, текстам того, что они там говорили. В частности, там выступал тот чудовищный комик по фамилии Хинклифф с жуткими какими-то шутками, они называют это шутками. Понимаете, может быть неудачная шутка в, я не знаю, в передаче комедийной, например, в какой-то прожарке, как сейчас там в России говорят, когда комики шутят над кем-то очень грубо. Но на политическом мероприятии такого рода шутки про испаноязычных американцев, там даже выделялось не только вот именно Пуэрто-Рико, как остров, как там страна, а именно латиноамериканцы в целом. И эти шутки, честно говоря, они переходят грань приемлемого, установленную уже очень давно. То есть я даже в 80-х годах себе не могу представить чего-то подобного. Потому что я периодически смотрю старых комиков, там были, конечно, гораздо менее политкорректные вещи, чем сейчас. Но такого я не хочу повторять, потому что это правда отвратительно. И моя личная боль, мои опасения с самого начала появления Трампа на политической арене, этого цирка жуткого, в 15-м еще году, была именно в том, что он за собой тащит страшные совершенно силы, которые поддерживают его. Что лично он думает относительно людей разных рас и не так даже, может быть, важно, как то, что думают его сторонники. И вчера во всей красе это проявилось. То есть, на мой взгляд, оно может повлиять на исход выборов, оно уже повлияло. Вот, скажем, после этого, этой грязи просто кошмарной какой-то, да, о представителях испаноязычных меньшинств американских. Ариана Гранде – это очень известная певица. У нее несколько сот миллионов подписчиков в Твиттере. Немедленно после этого, через два часа или полтора, она была в такой ярости, что она выпустила эндорсмент Камала Харрис. Я подозреваю, что она не собиралась вообще, возможно, этого делать. Просто это переходит грань для всех. Вы понимаете, это все равно, что… Не только она, да. Не только она. Не только она, Дженнифер Лопес, чьи родители пуэрториканцы, кстати, то же самое сделали. Но я хочу сказать о своем наблюдении. Вот я разговаривал с латиноамериканцами, которые близки ко мне, и они были крайне злые после этого заявления, естественно. Хотя они не из Пуэрто-Рико, но они были крайне озлоблены. Но надо сказать здесь, что они изначально не были настроены голосовать. Нет, нет, нет. Значит, есть, безусловно, есть, скажем, целый сегмент испаноязычных американцев, которые традиционно республиканцы, которые многие поддержали, Дональд Трамп, это во Флориде, кстати, очень много кубинских, например, американцев. Так вот, насколько я знаю, то, что вчера звучало там, в какой форме это все подавалось, оно, безусловно, задело не только пуэрториканцев. Там же конкретно по Пуэрто-Рико одна из этих дегенеративных шуток была, что это остров, наполненный помоями или что-то такое. Я могу процитировать. Для тех, кто не слышал, никто не смотрел, сейчас действительно дикие времена. Это цитата, да. Правда дикие. И, знаете, происходит много всего. Не знаю, в курсе ли вы, но прямо сейчас в океане буквально плавает остров из мусора. Да, кажется, он называется Пуэрто-Рико. Это вот цитата про... Это далеко не самое ужасное из того, что он сказал. Еще одна. А в Техасе ситуация по-настоящему сумасшедшая. Мы прямо рядом с открытой границей. И латиноамериканцы, они обожают делать детей. Просто знайте это. Да, они не сдерживаются. Они не отступают. Он не сказал, они не отступают. They don't pull out. Это была похабная шутка. Имеется в виду, pull out не вытаскивают, пардон, для наших слушателей. И он потом развил это. Это не я домысливаю. They don't pull out. Как он сказал по-английски? Это можно грубо сказать? Я просто его процитирую сейчас. They don't pull out, they come inside. Они делают это внутрь. Точно так же. They come inside. Это игра слов такая, что они проникают через нашу границу. И это, понимаете, уровень шутки на каком-то пивном путче фашистском. Это уже не проекция, не домысливание, не какие-то теоретизирования. Это непристойно. Это непристойно. Это непристойный нацизм. Это никакая уже не там... Ой, он пошутил. Так не шутят. Вы знаете, если бы... Более того, там были какие-то проевереи в шутке замечательные, от каких-то других уродцев. Значит, там были... Была риторика ненависти, риторика вражды, что нам нужно... Как это они сказали? We need to destroy them. We need to slaughter them. Да? Слотер. Это можно сказать, что это такое выражение, означающее, что мы должны просто их разгромить. Наших врагов. Вот этих демократов. Не знаю, кого... Кто это имеется в виду? Потому что они же враги. Это не только члены демократической партии, например, или какие-то либералы эти мифические. Потому что кто такой либерал... Знаете, как вот в предшественнике нацистской Германии это выражение о том, кто еврей, решаю я, это не из гитлеровской Германии фраза, а гораздо раньше. Она принадлежит такому австрийскому прото-нацисту Шуннереру. И его застали, поймали за тем, что он обедал с каким-то евреем в Вене. А он сказал, что кто еврей, кто не еврей, решаю я. Так вот, эти люди, сторонники Трампа, сторонники, еще раз, что он сам думает, неважно, за ним же идет вот эта вот толпа черни. Они будут сами определять, кто либерал из нас, кто еврей хороший, кто еврей плохой, кого налево, кого направо. Вот эту селекцию, да, они будут проводить. И это абсолютно неприемлемо. И, безусловно, это влияет на выборы. Дело в том, что во Флориде живет больше миллиона портуриканцев. И они вообще вроде бы политически относительно пассивные. То есть, они часто вообще не голосуют. Ну, просто потому, что они не видят смысла. Вот. А вот сейчас они будут голосовать. И в Нью-Йорке голоса, возможно, не так важны. А в Кенсильвании, Флориде, там есть еще несколько мест, их довольно много. Они уже важны. Вот. Поэтому да, будут. Теперь, что еще из последних событий может повлиять? Ну, вот, скажем, было еще интервью Трампа Джо Рогану. Джо Роган – это такой из вот этой обоймы относительно молодых людей, либертарианских убеждений, для которых главное, чтобы был мир со всеми, с диктаторами, не с диктаторами, чтобы был бизнес, и чтобы их не мучили политкорректностью, чтобы им разрешали говорить то, что они хотят. Вот. Интервью очень сложно смотреть с Трампом. Оно два с половиной часа. Оно очень скучное. Я честно пытался, вот, и при всей моей любви к политике, даже на скорости полтора, это все тяжело. Это просто, ну, это невозможно. Вот. И там, помимо того, что бывший президент выглядит просто как заговаривающийся старик, он заговаривается, он что-то вот такое вот одно и то же, какие-то примитивные вот этот вот словарь четыреклассника, его вот словарный запас из этих двухсот слов, которые раньше можно было успешно выдавать за умение находить общий язык с простыми людьми. Это просто, мне кажется, он уже не в состоянии каким-то большим числом слов оперировать, чем то, что сейчас. И вот он просто повторяет одну и ту же эту какую-то детскую билиберду. Вот. И там был момент, когда ему сказали, что вот Джо Роган говорит, он очень про-трамповский сам человек изначально, Джо Роган, он не объективен, он то не скрывает, про диктаторов, где Трамп говорит о том, что у него был бы мир со всеми диктаторами, в том числе, там, с Путиным, с этим Си Цзиньпином, с Ким Джононом, со всеми. А его подталкивает в нужном направлении Джо Роган и говорит ему, ну вот, они же при этом evil dictators, они же злодеи-диктаторы. Ответом на что Трампа было не да, конечно, нет. Ответом было, что в Америке тоже очень много злодеев. И дальше пошла вот эта вот по какому-то 25-му кругу уже речь о его вечных врагах, там, про всех этих либералов. Опять-таки, невозможно понять, кто такой левак сейчас. Я уже не понимаю, потому что раньше я знал, кто такой левак. Были вопросы пять лет назад, Берни Сандерсон, левак или нет? Настоящий он левак или нет? Например, какой-нибудь настоящий левый такой, знаете, лидер общественного мнения, Ноом Чомский, профессор такой прямой, он радикальный, он почти коммунист. Он тоже не коммунист, но почти, в каком-то смысле, там, левый либертарианец. Он говорил, что, господи, какой этот Берни Сандерсон левак? Он обычный социал-демократ, центрист, там, все. А сейчас леваками, экстрим, как это называется, экстремистами, левыми экстремистами обзывают Джо Байдена и Камалу Харрис, которые, ну, то есть слова утратили смысл. Это просто все абсурд какой-то. А для чего они это делают? А чтобы, когда их в ответ обзывают фашистами, все говорили, ну, слушайте, они, обе стороны, используют максимально сильный язык друг против друга, и они левые обзывают правых фашистами, правые обзывают левых коммунистов, и ему вроде как ничья. На самом деле, если вы почитаете программу нацистской партии, это 25 пунктов, которые вот в 20-м году они были обнародованы во время пивного пуча, насколько я помню. Вот, она от вчерашних тезисов, от вчерашнего этого сборища, значит, Мэдисон-Скоргардия, она очень мало чем отличается, даже по тону. Там не было никаких призывов уничтожать евреев-то вначале, у них, причем очень долго этих призывов-то, собственно, даже когда уже начали уничтожать евреев в 42-м году, вот это в Анзейской конференции, что не публично все было, а публичная риторика была вообще о другом. Евреев, когда везли в концлагеря, их же не везли в концлагеря уничтожать официально, их везли защищать. Это называлось Protective Custody. Их защищали, и евреев, и всяких оппозиционеров немецких, их везли защищать от гнева немецкого народа, который так любит фюрера, что готов расправиться с его врагами, не считаясь законным. И риторика официальная, нацистская риторика, она была далеко не такая дикая, как их действия. Так вот, она, эта риторика, первые 15 лет очень была похожа на то, что сейчас звучит в Мэдисон-Сквер-Гардене. Вот. А еще я вам все-таки, я каждый раз это вспоминаю, фашистский шабаш 1939 года устроило движение America First, и вчерашний тоже спонсировало во многом движение America First. Это, оно существует, это движение, оно, возможно, оно открещивается всячески от своих предшественников. Ну, если уж они так открещиваются, в конце концов, ну, поменяйте название, или скажите, что, ну, я не знаю, но в конце вопросов, почему сейчас нет какой-нибудь национал-социалистической рабочей партии, которая говорит, что мы вот другая национал-социалистическая рабочая партия, почему нет, что же вы не открещиваетесь-то, если это не так. Куча каких-то масса символов, например, Илон Маск, у него была кепка с готическим шрифтом, которую очень любили при фюрере, при Германии, да. Вот. Короче говоря, все это отвратительно, и это на исход выборов повлияет. Я по-прежнему не могу себе представить победу вот этого. По-моему, это будет абсолютной катастрофой, на мой взгляд, но я не считаю, что это вероятно, что победа вот этих вот сил, что она вероятна. К сожалению, люди многие этого не понимают, не хотят понимать, они считают, что вот есть другие приоритеты. Я сейчас перейду, вот второй момент, очень много среди, я часто говорю, сейчас я из Тель-Авива с вами общаюсь, и я часто говорю, что многие евреи, они были напуганы антисемитизмом в левых партиях, в левых движениях, европейских, американских, в университетах, были напуганы настолько, что они шарахнулись, убежали в другую сторону, в какой-то край другой стороны, часто. Вот. И это совершенно было справедливо, потому что, конечно, антисемитские шабаши на университетских кампусах в том же Нью-Йорке, это неправильно, это ужасно. Вот. Но в преддверии, скажем, ответной атаки Израиля против Тегерана, против Ирана, ответ за то, что было 2 октября. Мы об этом поговорим с вами в следующей части. Ну, хорошо. Вот мне кажется, что... Отдельный вопрос мой. Мне кажется, что это повлияет, тоже может повлиять на, как минимум, мнение части евреев-избирателей, поскольку... Ну, мы поговорим отдельно, да, если... Да, но вы упомнили о событиях уже в университетских кампусах. В первой части программы мы говорили сегодня о том, что показала вот жизнь, что в эту избирательную кампанию не было никакой агитации, скажем, за демократов в университетах. Если, может быть, где-то и было, то Андрей Знаменский сказал, что в его университете не было ничего такого. Правильно, правильно. Даже хуже того, например, в общинах традиционно таких блокирующихся, ну, с демократами, с какими-то левыми силами, вот, скажем, среди арабской общины в Мичигане, там имеет место обратное явление. Там была запущена среди части электората, спонсируемая, я думаю, совершенно теми же силами, которые весь этот хаос провоцируют и оплачивают, это там Россия, Иран и так далее, что часть исламских лидеров, она вчера выпустила эндорсмент, значит, свою поддержку, выразила поддержку президенту Трампу, это исламские лидеры арабского происхождения в Мичигане, там принцип такой, что они вот назло демократам, которые якобы недостаточно принципиально себя ведут по отношению к Израилю, поддержат сейчас Дональда Трампа. Вот, а второй ложный совершенно посыл в том, что эти лидеры исламские считают якобы, что Дональд Трамп принесет мир. Ну, это, по-моему, образец так называемого магического мышления, потому что никаких причин думать, что он принесет мир, и никаких, я даже не представляю, как он принесет мир, он что, он Иисус, он Мессия новый там какой-то, принесет мир, сделав что? Позвонив Владимиру и сказав вам, Владимир, там, не вторгайся в Украину, это его ответ на один из вопросов Джорога был тоже, что вот как бы он предотвратил, а Владимир ему скажет, нет, Дональд, я все-таки сейчас пойду вторгнусь, значит, вот в Украину. И то же самое, он сейчас кому собирается позвонить, кому-то из Хамаса, там уже они всех убили, вот израильтяне, я не очень, я правда, это бред. Мы должны признать, что это чушь, конечно. А аргумент о том, что при мне, при нем не было войны, ну, слушайте, да, не было войны какое-то время, вот это совпало с пребыванием Трампа на посту президента США, прекрасно, что не было войны, это не значит, что он может, вот, предотвратить войну или остановить войну, это, знаете, плюс есть еще такой аргумент, описывающийся старым анекдотом о том, что один, не хочу ничего плохого сказать о цыганах, цыган приучал лошадь не есть. И почти уже научил, но она сдохла. Она уже почти научилась вообще не есть и не пить, и вот померла просто чуть-чуть. Это может быть то же самое, что, вы знаете, возможно, какие-то действия, которые удерживали Россию от вторжения, на самом деле не удерживали ее отторжения, просто она готовилась к вторжению, она, собственно, там накапливала оборонную мощь, там переоснащала вооруженные силы. Да это даже не может быть, а это так и есть. Она в течение лет восьми этим занималась. Вот, а накопила, поменялся, значит, президент, так получилось, а им, в общем-то, наплевать, то президент они взяли и вторглись, и все, чего. А Хамас, вы что думаете, что он там сверялся, Трамп у власти или не Трамп, они эти тоннели строили лет двадцать, вот, и накапливая гранатометы российского производства и оружия, Хамас и Хизбалла на северной границе, точно те же самые пятнадцать-двадцать лет еще до появления Трампа вообще в избирательной гонке, даже первой. Вот, поэтому не надо, вот, магическое мышление, это иногда хорошо, мы все там верим в Деда Мороза, кто во что, да. Ну, по-моему, в человека это опасно верить, разве? Это любая религия вас этому же учит? Андрей, сейчас прервемся на короткую рекламу, после нее встретимся и продолжим. Спасибо.